Я уже начинаю подумывать над тем, что карьер не самая плохая затея. Приветствую, друзья! Мы возвращаемся в Fallout New Vegas. Напоминаю, что на текущий момент я вплотную занялся линейкой квестов по поиску разного рода яиц для Торна. И на очереди у нас яйца Кассадоров. Сейчас я как раз этих Кассадоров сам их и обыскиваю. Почему их обыскиваю? Всего лишь жучки. А нет, на самом деле у этих жучков есть одна очень прекрасная такая дорогая штука. Это ядовитые железы. Выходит боком, конечно, когда они меня кусают, но когда не кусают и удается эту железу легко добыть, то это совершенно чудесная вещь, потому что при своем, ну, очень малом весе она стоит весьма и весьма дорого. И поэтому этот промысел может быть довольно-таки выгодным. Так, вот сейчас я уже прямо совсем-совсем ред... Да что ты будь, ты проклят! Почему только с четвертого раза нажалась клавиша? Отход, 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 отход. Все, молодец. Молотком прижучило этого молодого Кассадорчика. Ну вот. Яд на меня все еще воздействует, но это ничего. Сейчас воздействие его... О, Супер Мутант Мастер. А что это ты сюда залез-то, братюня? Что тебе здесь делать вообще? Толстяк. Вау! Взрывчатка, зажигательная граната, патрончики. А, он на них с гранатой шел, очевидно, так вот. Судя по его экипировке... Так, Эдвард, ты мне нужен. Что у тебя здесь? О, как раз. Толстяка, я думаю, ты сдюжишь. Так, толстяк. Что к тебе еще сбросить-то, интересно? Ну, давайте всякую взрывчатку я ему тоже закину. Он у меня это дело и так обычно таскает, поэтому... Почему бы нет? Так, ну и, собственно, еще один кассадорчик. Я надеюсь, что... Что такое? Нифига себе, как меня травануло-то, а, судя по всему. Здоровья-то мало, надо где-нибудь... Надо где-нибудь отдохнуть. Я думаю, что я сейчас ломанусь в... Новок. Да, ломануйская в Новок. Там посплю до утра. Так, только этот Новок надо найти. Раньше... По-моему, я вообще где-то не там этот Новок еще. Лагерь Гадюк. Новок. Новок. Вот, Гелиус 1, где-то здесь, значит, вот, Новок. Тут я любимец всей местной детворы, поэтому здесь мы отдохнем наверняка в каком-нибудь домике, да, кажется, в каком-нибудь номере, потому что Новок это, как известно, отель. В каком-нибудь номере найдем пустую койку, свободную, и на ней отдохнем. Так, я в костюме братства. Все замечательно. Интересно, а если бы я был в костюме Легиона, то Бун начал бы в меня стрелять? Комната Мэнни Варгаса. Комната зелененькая, может, и койка. О, вот и койка зелененькая. Отлично. Сейчас как раз около полуночи. Шесть часов отдохнем. Нет, нет, не двадцать. Да чтоб тебя. Где курсор? Сейчас, секунду. У меня какие-то странные наводки. Шесть часов. Спать. Шесть часов отдохнем. Я думаю, полностью здоровье уже восстановится. Можно было бы, конечно, еще чего-нибудь перекусить. Да нет, даже перекусывать не нужно. И так все прекрасно. Ну и возвращ... Стоп. Куда возвращаемся? Никакой возвращаемся. Сначала отдохнуть. Что ж такое? Мне что, теперь отдыхать нельзя, что ли? Почему каждый раз, когда я пытаюсь отдохнуть, у меня какие-то странные подгрузы начинаются? Вот. Все. Теперь 8 утра. Сейчас я немножко в новоке сброшу тогда все то, что у меня здесь накопилось. Надо еще заодно узнать, а что же у меня там накопилось. Клифф. Здорово, Клифф. Я надеюсь, у тебя есть деньги. Так. И оружие. Вот оружия-то у меня особо нет. А вот... Блин, починить усиленную боевую броню не починить. Силовой шлем оставшихся, шлем ветеранов... Хм, зачем я его взял? Ну ладно, наверное, для того, чтобы как раз силовой шлем оставшихся починить. Шлем ветеранов... Очки... Силовой шлем оставшихся. В отличном состоянии. На всякий случай... На всякий случай буду его, наверное, с собой носить. Ну нет. Не буду его носить с собой. Я отдам ей силовой шлем оставшихся. Силовой шлем оставшихся. Бери. Так. У нее целая куча этих костюмов. Вот на самом деле, 45-й бы как раз продать. Боевый шлем усиленный. Это тебе зачем? Кувалда. Ну, кувалда, ладно. Кувалда я... О! Вот видите? Она решила-таки, что этот шлемчик-то покруче. Ну, на самом деле, наверное, оно так и есть. Ладно, Клифф. В любом случае, тебя можно использовать только в том случае. Если у тебя мало денег, подлец. Ну, ладно. Продам хотя бы что-нибудь тебе. Так. Берет. Боевая броня. У него даже столько денег нет. Военное обозрение. Ну, что-нибудь-то надо тебе продать. Вон антирактивный. Вон винты. Гидры. Грязную воду. Ментаты оставляем. Кстати, сколько они весят? Ничего не весят. Значит, действительно оставляем. Противоядие. Что-то я начну думать, что лучше оставить. Парочку, ну так, на всякий случай. А вот всякие скотч-виски, турбы. Ну, нормально. Так, далее. Игручная машинка. Может, мне от этого мусора избавиться? Избавлюсь от этого мусора. Бейсбольный, бильярный. Восьмерочку оставлю. Дорога, как память. Истощенные батареи. Плюшевые медведи. Во, пустые контейнеры. Отлично. И, конечно же, ядовитая железа Кассадора. Только вот сколько? Начнем с десяти. Ага. Это где-то порядка полутысячи. Еще три, значит, добавим. Ай, да ладно. Для Клифа не жалко. Для Клифа ничего. Камбэк Сум, да. Камбэк Сум. Да, конечно. Ну, что ж. Маленько распродался. Но только вот что-то тут как-то прям совсем маленько. Вес все равно довольно большой. Это все связано с тем, что я таскаю с собой столько комплектов снаряжения. Может быть, мне вернуться? А, кстати, действительно. Ну, ладно. Я начну, наверное, с того, что вернусь в Торн. А после Торна я сгоняю в Братство Стали. В Братстве Стали я еще немножко распродамся. Там у меня был какой-то квест от Вероники. И таким образом я убью двух зайцев одним ударом. Да? Ну да. Все спокойно тут вокруг. Яйца Кассадоров добыты. Нужно сдать этот квест и принять следующий. Интересно, чьи яйца мне нужно будет нарезать в этот раз? Жаль, что в Торне нет торговцев. Я бы воспользовался их торговцами для того, чтобы еще что-нибудь подраспродать. На всякий случай засейвимся. Здравствуй, рыжая Люси. Поговорим о яйцах, которые тебе нужны. У меня есть яйца Кассадора. Прекрасно. Ну тут обычная ее телега. Тысяча крышечек. Ммм... Это уже серьезно. Это я уже возьму. Могу ли я помочь Торну? У, 400 опыта. Тоже приятно. Я решил отдать тебе возможность заслужить величайшую честь, которую только можно завоевать в Торне. Когти смерти. Наши самые ценные и самые смертоносные бойцы. Я хочу, чтобы именно из твоих рук я приняла эти священные яйца. Прекрасно. Я принесу тебе эту драгоценность. И намыливаемся в братство стали. Что ж, ну я думаю, что круче, чем... Да чтоб тебя... Встанет вечно, перегородит весь путь. Я думаю, что круче, чем... А вот эти вот самые яйцы в Когте и Смерти, то я на пустошах мало что могу найти. У них-то известно, яйца самые крутые. Еще раз осмотреться. Вроде никого. Странно, что ты народ не распугиваешь в этом шлеме. Вроде как должны бы, наверное, опасаться Анклава. Ну ладно. Не мне судить. Стоп, а почему у меня два вейпоинта? Я слышал про карьер и еще пещера Дедвинт. Вот это очень... Вот это очень-очень... Я, наверное, в пещеру Дедвинт. Потому что в карьере так известно был. Что мне там второй раз делать-то? Так. Где, 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 где? В Хидденуэле. В общем, нейтральный. Сейчас вот не понял. Я думал, что у меня вроде как с братством такие... Хорошие отношения. А у нее неплохо получается. Отлично. Ребята вообще классно работают. Так. Теперь только... Стоп, ладно. Я лучше этот квест выберу в качестве активного. Потому что я сейчас снова вход не найду. Сплошные заботы. Вот. Хидденуэле. В братство. Вот и вход. Ну что ж, он оказался прямо там, где я и думал. Но... Все равно не зря. Не зря я выбрал этот квест. Зато хоть буду знать, к кому идти. Интересно, кстати, что за квест. Потому что я даже не представляю, что она там у меня такого... Выдумает на этот раз. Так. И... Да, у меня проблемы с лазерной винтовкой. Привет, парень. Немножечко я тебя сейчас тряхану. Где-то у тебя здесь были запасные лазерные винтовки. Странно, что они у него в инвентаре не сортируются по состоянию. Вот. Я возьму одну, чтобы починить свою. Заодно и его разгрузит. И у меня покруче пушкам. Так. Лазерная винтовка. Блин. Нужна еще одна. Так. Какая-нибудь еще тоже слабенькая. Ну, вот это пойдет. А заодно проверим, можно ли гауссовую починить. И ЦС-186 провести ТО. Видимо, нечем проводить ТО. Ну, что ж. По крайней мере, это означает, что ничего нет подходящего. Ну, ладно. Вот такое состояние меня вполне устраивает. Тем более, что мне прямо здесь-то уж ее точно не нужно будет применять. Если, конечно, шлем Анклава на моей дамочке их не смутит. Ну, нет. Вроде бы... Вроде бы не смущает. Значит, все окей. А, и сундук. В котором мне обещали периодически оставлять ништяки. Окей. Интересно, а к кому идем-то? А, я сначала еще схожу к провизору. Мне, видимо, к старейшине, но я схожу к провизору. Потому что уж больно хочется... Так. Я сейчас сверюсь с картой местности. Ну, да. На левел 2 надо. Но раз уж я тут, то почему бы мне не распродаться легонечко. Здорово, рыцарь Торос. Что у тебя на правду? Даже 33 крышечки. То ли она на мели, то ли я здесь недавно был. Как известно, восстанавливается все раз в трое суток. Поэтому почему бы мне... Ну, например, 12... Нет, 16. Нет, стоп. 16. Ну да, 16 часов нормально. Сейчас я 16 часов отдохну. И есть вероятность, что как раз таким образом пройдет третий день. И тогда я смогу здесь по новой распродаться. И у нее восстановится этот самый запас крышечек. Трое суток. Запомните. На третий день всегда восстанавливается. Правда, может так статься, что трое суток еще не прошли. Не прошли. Ну или опять-таки она на мели. Ну ладно, не больно-то и хотелось. Я здесь все равно по квесту в основном. Турельки автоматически чинят. Кстати, можно было бы еще в доктору зайти и снять какие-нибудь там с себя эффекты, если они на мне накопились. Типа... Стоп, типа радиации. Не, все спокойно. Я что-то просто помню, что не так давно где-то по радиации шастал. Но я, наверное, после этого уже лечился просто у кого-то. Ну, не важно. Важно, что персонаж на самом деле в порядке. Так, ну да. Все же к старейшине. По этому делу. Ну, здорово, Макнамара. С тобой надо поговорить. Че я с тобой не могу поговорить? А, во! Как твое задание? Скоро узнаем. Я хотел поговорить с тобой. Только не говори мне, что это... Да, черт побери, именно это, но на этот раз тебе придется меня выслушать. Мы уже все обсудили. Теперь я вижу. Другие преуспели там, где мы оплошали, но еще не все потеряно. Мы пережили конец света, переживем и этих выскочек. Забьемся в нору и будем ждать, пока они нас не перебьют. Да, если нори там не перебьют. Это тупик. Я не вижу там у них никаких доказательств, и я не знаю никого, кто мог бы решить наши проблемы. Я могу, ребят. Откуда ты знаешь? Мы теряем время. Задание выполнено. Очень жаль. Может быть с ней побеседовать об этом? В чем дело? У меня есть к тебе вопросы. Так, слыхала... Слыхала про парня по имени Бенни. НКР... Да, нет. Это все не нужно. Ну а квест... Квест, 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 квест... Ну, квест, квест Марк исчез, поэтому... Собственно говоря, ничего мне не остается, кроме как... Вернуться... Ага. Когда я спала на лекции, главного писаться от Агарта. Буду я... Думаю, я ему обязан. Он хочет как лучше. Что теперь? Или благие намерения не оправдывают того, что братство идет на смерть. Тебе не кажется, что он может быть прав? Нет, все-таки что теперь? Я не сдамся, он требует доказательства. Он сам искать их не будет. Он даже слушать не будет, пока я не суну доказательства ему под нос. Думаешь, старейшина вообще будет тебя слушать? Он упрямый старик, но когда доходит до дела, он предан нашим интересам. Если он увидит неоспоримый знак того, что мы идем не туда, он не отмахнется. Так, чего ты хочешь добиться? И что же мы можем ему принести, чтобы он передумал? Вот. Я не знаю. Ну... Нужно найти что-нибудь, что докажет, что братству скоро конец. Или что нужен другой путь. Единственное, что его привлечет за технологию. Может быть, отец Элайджа был прав? Отец Элайджа? Наш старейший надобок на Маре. У него был нюх на то, где можно найти технику. Он послал песцов в пустыне для проверки любого слуха, который показался ему более-менее надежным. Недалеко отсюда есть терминал связи, через который я получил от него сообщение. Если мы туда зайдем, я могу посмотреть заметки по его исследованию. Мы пойдем. Не вопрос, а где это вообще? Ой. Здравствуй, паладин. Паладин нам не нравится ситуацию. Меня смущает, что у них тяжелое оружие за спиной. Вероника всегда извращала принципы. Ребята, что, серьезно, что ли? Что происходит вообще? Окей. Я очень надеюсь, что я все еще в безопасности. Чужака. Да я, между прочим, уже в братство вступил. Кого еще чужаком назвал? Такой же чужак, как ты. О чем речь? Мне кажется, меня наружу сейчас ведут. Маркер как-то так. Ты в порядке вообще, парень? Крадется. Снаряженный кулаками. Просто до зубов. Очень странно. Странная иногда вещь тут происходит. В бункере, братство стали. Терминал, видать, где-то на поверхности. Все-таки этот обнаружим. О котором она говорила. Через который она держала связь с прошлым старейшином Илла Эджи. Но сейчас пока что-то мне не больно охота этим вопросом заниматься. Особенно если терминал окажется где-то вдалеке. Так, посмотрим. Карта мира. О, да, он достаточно далеко. Поэтому меняем задание на задание. Бери все. Смотрим карту мира. И ломимся в пещеру. Вокин бокс, наверное. Ну я уж не знаю. Тут ближе всего она. А от нее уже когтям смерти. Я, кстати, помню ту пещеру. И я помню, что я в нее тогда не вошел. И именно. Именно по той причине, что там были когти смерти. Вообще круто, кстати. Так, нет, ну не то. Взорвись. Хе-хе-хе. Да. Сальто. Так. Отлично. Так вот это вот ножка, ножка. Ну нет, кровь ночного охотника, это неинтересно. Вот эта пещера, видимо, мной уже обследована. Ну просто потому, что она у меня отмечена на карте. Хотя, кстати говоря, не факт. Поэтому на всякий случай я проверю. Сейчас посмотрим карту местности. О, нет. Судя по всему, я здесь не был. И это делает данную пещерку интересной. Только вот в таком случае. А почему она у меня отмечена на карте? Может быть я просто рядом пробегал? Или что-нибудь в этом духе? Как-то это вообще на меня не похоже. Некая пещера. Пробегал рядом и не вошел. Готов. Вы взорвлись уже. И ты тоже в холку. И тишина. Ничего себе за них опыта дают. У меня что, левелап? Ну если у меня не левелап, то очевидно, что это очень-очень к нему близкая. Спортивная сумка. Мирбокс. Так, гильзы это не надо. А вот... Да зачем пепельницу взял? Такая-то дешевка. Только будет вес занимать. Радыкс. Топливо. И все. Точно больше ничего? Вообще они здесь... Немало народу так-то покусали, судя по всему. Я вижу, что там маркеры. В толпу. Тише, тише, ребята. Ко мне не подходить. Отлично. А сейчас наверняка левелап. Да. Следующий уровень. Что ж, глянем. Да, красноречие докачано. Наука... Ну не знаю. Наверное, не нужно. Если только так, потом, по остаточному принципу. Энергооружие у меня уже и так 99. Больше-то и не нужно. Больше бы... Да, давно, в общем, можно было прекратить качать его. Так. Взлом я вкачал. Наверное, скрытность. Скрытность, да? Именно так. Готово. Ну что ж, дальше. Вас не видят. Так и не должны. Так. Это то, что осталось от собачек. Разлетелось в разные стороны. Что ж, видимо, нужно идти в другое крыло. Тут уже совершенно точно ничего не осталось. Ну, на самом деле, конечно, не факт, что и здесь что-то осталось. Но, по крайней мере, тут я еще не осмотрелся. Может быть, еще какая-то спортивная сумочка найдется. Нет. Не знаю. Просто заурядная пещера. Ну, хотя, с другой стороны, она была наполнена этими гибридными существами. Которые, в свою очередь, наполнены опытом. Поэтому, ну, почему бы нет? Много времени на это не потребовалось. А опыт я получил. Так. Чтобы мне не промахнуться. Вот, точно. Этот маркер. И... Стоп. Кротокрыс. Нечего тут кротокрысам. Мне бы еще здесь с НКРовцами не столкнуться. Они тут просто неподалеку точку держат очередную свою. А я, как известно, с ними дружу. Но они меня просто могут не узнать в костюме Братства Стали. И повздорить. Со мной. Они-то потом, конечно, может, и пожалеют. Но... Будет уже поздно. Вот, можно посмотреть на них. Где-то там они. Копошатся. Как муравьи. Я думаю, что уже... Вот от ближней маркера-то и есть оно. Да. Пещера Дедвинды. Там неподалеку, кажется, еще какая-то... Какая-то хижина или что-то в этом духе. Я просто помню, что я здесь был. А это что такое? Где они? Я же вижу их. О'кей. Дело в том, что это может оказаться НКР. И повторюсь. С ними драться не хочу. Похоже, что это, собственно, НКР и есть. Потому что уже вот эти вот здания... Сейчас проверим потихоньку. Может, не успеют заметить. Да. Это НКРовцы. Поэтому уходим отсюда. Просто неохота сейчас переодеваться для того, чтобы не драться с ними. Нет. Это мне сейчас не нужно. Мне нужно искать яйца и собирать их. Вот моя задача. Вот. Да. Вот она хижина. А вот она пещера. Точно. Все. И рядом со входом, вообще-то, были когти смерти. Но их почему-то не видно. И это странно. Ну ладно, окей. Пусть так. Я, в общем-то, не расстроен их отсутствию. Не помню. Может быть, я здесь уже был и убивал когтей смерти. Ну, мне что-то, честно говоря, даже самому в это слабо верится. Ну, а вот здесь, мне кажется, может уже быть опасно пещера Дэдвинд. Вспоминая то, что было в карьере, здесь может быть форменная жесть. Привет. Вот мы-то встречались с тобой. О, как стреляют, голсовая винтовка. Ё-моё, ему не хватило. Он же сейчас меня отлукцует. Назад. Жесть, ребята. Я уже начинаю подумывать над тем, что карьер не самая плохая затея. Надо вылечить пару конечностей. И пару стимуляторов ещё закушать. Фух. Воу-воу-воу, не пугай. Однако ж, опасное местечко. Ещё и темно. Карьер, очевидно, лучше тем, что там, по крайней мере, открытое пространство было. Вот чем карьер лучше. Если дальше здесь будет всё настолько же жёстко, то я, наверное, откажусь от идеи исследовать это место и вернусь в карьеру. Потому что, ну, как-то к пещерным боям с когтями смерти я в себе, честно говоря, особенной готовности это не ощущаю. Хотя я горд, на самом деле, что удалось завалить от этих троих. Не погибнув. В карьере для меня даже встреча с одним была наигроматнейшей опасностью. Так, сейчас я буду буквально... Так, тихо-тихо-тихо, я тебя вижу. Страшно представить, сколько их там. Нет, 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 нет. Вот сейчас должно быть попадание. Обязательно. Есть. Минус один. Ножку оторвало. И ручку тоже. Как я люблю. Давай быстрей, быстрей, переряжайся. Есть! Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Так, почти. В репку бить. Че-то там беги со своим молотком. Толку от тебя, как сказала молока. Так, трехлучевочку. Да трехлучевочку я сказал. Готов. Опасное местечко. Вроде пока никого не видно больше. Точно никого. Но я не ощущаю движения. У меня, конечно, не ночной прицел, но... Я не вижу. Спокойно. Вот тут как-то непонятно. Где они? Я знаю, что они там. Но... Прямой видимости нет. Ночная операция против когтей смерти. Это как-то... Само по себе изначально. Опасное практически обречено. Поэтому я буду сейчас каждый угол обыскивать. Стоп, а где вообще кладка яиц? Может я уже могу их забрать да уйти нафиг, а? Вот она, наверное. Если бы все было так просто так. Посмотрим на карту местности. Нет. Кладка яиц где-то... В глубине пещеры. Фу. Так, окей. Стоп, 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 стоп. Вон они. Не дышим. Не дышим. Ребята. Зашибись. Вот какого черта? Ну тут же нет стены. А откуда они сейчас выбегут? Ну здесь им неоткуда выбегать. По крайней мере. Но они могут выбежать вот отсюда. Есть. Молодец. Еще желающие будут? Пока нет. И вас не видят. Отлично. Мне нравится, когда он нас не видит. Тут можно проскочить. Нет. Тут никак нет. Что, застрял что ли? Фу. Я уже испугался, что застрял. Но надо обязательно сюда зайти, потому что я вижу спортивную сумку. Я вижу спортивную сумку, и... Это означает, что в ней наверняка найдет что-нибудь вкусное. Ну... Согласитесь, что... Когти смерти какую-нибудь фигню-то вряд ли будут охранять. Так. Аккуратненько, потихоньку, не спеша. Стоп. Никого. Ну там такое скопление маркеров, что мне просто страшно сюда идти. Вот он. Вон еще. Нет, лучше бы я в карьер пошел. В жбан. И меня не видит? Ну да, это классно. Ну так. А те что, поодаль? Я же прям слышу их шаги. Серьезно. Они то ли надо мной, то ли подо мной, то ли прям за стеной. Или за каким-нибудь углом. Тихо. Но он это вот так добьет. Молодой. Ой-ой-ой. Коготь смерти матка. Чтоб тебя опять какой-то... Я в голову. Это голова. Небольшая голова у меня. Ну ладно. Еще разочек давай. А потом сразу трехлучевочку. Ух ты крепкая какая. Мелочь. Без ног оставили. Самострел. Так, сейчас вот мелочевку. Матка выскочит, нет? Вот сейчас выбежать должна. Атаковали молодого, значит матка должна выбежать. Ну что-то засветились. Закопошились. Может и выбежит. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Двигающийся маркер. Откуда ты выбежишь? Нет, передумала. Слишком большое расстояние. Но теперь зато я знаю, что здесь где-то поворот. И, вероятно, спуск. Да. Поворот, спуск. И там матка. Как минимум. Опасное местечко. И что-то мне подсказывает, что именно туда-то мне и нужно. Кладка яиц. Матка. Вещи очень близкие. Так. Ну тут, видимо, ничего нет. Кроме той самой... Злополучной спортивной сумки. Так. Ну окей, сейчас меня спортивная сумка интересует. Вот, если только в ней окажется какая-нибудь фигня. Фантом. Ну ладно, уже неплохо. Так, зажигательная граната. Ну, чё-то как-то, честно говоря, по мелочи. Я ожидал чего-нибудь прикольного. Какую-нибудь уникальную пушку. Или ещё что-нибудь весёленького. Типа вот, как я недавно шлем нашёл. Почему бы нет. Ну что ж, друзья. Я думаю, что вот на этом я завершаю данную серию. В следующей серии мы продолжим путешествие. И надеюсь, что успешно добудем яйца когтя смерти. Именно так. Спасибо вам всем за внимание. Увидимся в следующей серии. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»